Астраханская служба занятости сетует на то, что многие работодатели по-прежнему выдают заработную плату в конвертах. Об этом свидетельствуют суммы, которые предприниматели оценивают труд наемных рабочих. Многие из них ниже прожиточного минимума. За прошлый год в службе занятости появилось 68 тысяч вакантных рабочих мест. Из них почти 80% по рабочим специальностям. Эти цифры не могут не радовать, если бы не одно «но». Каждая четвертая вакансия с оплаты труда ниже прожиточного минимума. Нас это не устраивает, потому что работодатель дает ниже прожиточного минимума, а соискатель, то есть безработный, он не всегда на это идет. Хотя, по идее, если бы была зарплата в сумме 15 тысяч, а не 6, как они там предлагают, или 7, он бы пошел и трудоустроился. Однако руководитель агентства по занятости населения Анвярь Аптулаев не спешит с обвинениями. Он допускает, цитируем дословно, что, возможно, налоговое обложение для работодателей действительно не совсем удобное. По его словам, сейчас малым бизнесом все чаще стала заниматься молодежь. За поддержкой в виде гранта молодые бизнесмены часто обращаются в службу занятости. Мы в основном даем на развитие каких-то услуг. То есть это открытие, мы очень приветствуем открытие каких-нибудь, может быть, даже домашних детских садов, открытие каких-то мастерских по ремонту. Я не знаю, обуви, что-то еще. Чтобы получить грант на развитие своего дела, необходимо встать на учет службы занятости как безработному, затем написать бизнес-план и защитить его перед комиссией. Государственную поддержку получают проекты, признанные рентабельными. Интересно, что если раньше деньги брали на покупку коровы или цыплят, то теперь астраханцы все чаще берут на необычные вещи. Например, создают свой конный клуб или занимаются производством шоколада. Наталья Чунина, Тимофей Кухарчук, Новости 24, Астрахань.